Всем привет, друзья! С вами Майя По и это новый выпуск по Астрии. Мы не можем вылечить этот безумный мир, но мы можем над ним посмеяться. А смех тоже лечит. Смейтесь, как мы, смейтесь вместе с нами, смейтесь громче нас. А мы начинаем. Спикер парламента Молдовы считает Украину безопасной страной. А саму Молдову богатой и не коррумпированной. Председатель молдавского парламента Игорь Неиванович Гроссу похвастался, что Молдова в компании своих надежных соседей чувствует себя в безопасности. Украина, по словам Гроссу, сейчас защищает ценности свободного мира. А Румыния – это искренний и бескорыстный защитник Молдовы на пути к евроинтеграции. Искренний и бескорыстный, ага. Я просто поплопну. Вон на чё, Неиваныч. Чувство безопасности тебе дает сошедший с ума сосед с пристрастием к веществам, который тянет мир к я*** катастрофе. А Румыны искренне и бескорыстно поставляют Кишинёву российский газ втридорого. Сходил бы ты, проверил зрение или голову. Подводят. Мы знаем, что большинство наших зрителей ежедневно не только читают и смотрят новости, но и бездумно скролят ленту, что уже в принципе вошло в привычку. Такой ежедневный ритуал заставляет наш мозг концентрироваться на негативных мыслях и оказывает влияние на ментальное и психологическое здоровье. В результате снижается внимание, продуктивность, ухудшается память и мышление. Из-за этого человеку сложнее плодотворно работать и противостоять стрессу. А в таких условиях реализовать свой собственный потенциал невозможно. Что же делать? Одно из самых простых и быстрых решений – это прием натуральных препаратов, например, ноотропных комплексов, таких как Mind Booster. Он способствует быстрому повышению работоспособности, внимания и мотивации. Главная особенность формулы в ее универсальности. Одна половина ингредиентов действует быстро, а другая – накопительно. Благодаря быстрому эффекту уже с утра чувствуешь себя бодрее и полностью готовым к активному дню. Но главный эффект, конечно, накопительный. Связка DM-AE и Бака-Паманье придает сил для тяжелой умственной работы в течение дня, а после у вас останутся силы на отдых и личную жизнь. Помогают улучшить работу памяти, общую выносливость и снизить хроническую усталость. То есть, одна часть ингредиентов поставляет организму топливо для долгой и продуктивной работы, а другая мотивирует расходовать энергию на главное. Если хотите повысить личную продуктивность, снизить стресс и получить максимум от своих возможностей, попробуйте Mind Booster. Он продается во многих местах и имеет много положительных отзывов, но я рекомендую брать сразу на сайте производителя VivaHerb. Там всегда лучшие цены, удобная доставка, а по промокоду Острее вы получите скидку 10% на всю продукцию. Ссылка в описании. Из Баварии хотят выгнать украинских мужчин. А могли бы пить баварское? Министр внутренних дел Баварии призвал отменить соцвыплаты для украинских мужчин призывного возраста. По словам Юахима Германа, по меньшей мере 200 тысяч из почти миллиона украинских беженцев, которых приняла Германия, могли бы вы***ть у себя дома. Поэтому он предложил отменить для всех выплаты и субсидии. Таким образом, считает министр, им не дадут возможности уклониться от призыва. Шнелли, шнелли, украины зальдата, наху, ну вы поняли. Как-то странно получается, хер министр, сначала вы у себя украинцев приютили, потом дали Киеву оружие и всяких железок. А теперь выгоняете? В Эстонии заподозрили Европарламент в шпионаже на Россию. Весь мир KGB, а люди в нем шпионы. Евродепутат от Эстонии Урмас Поэт заявил, что Европарламент является центром шпионской деятельности Москвы и ареной влияния Китая и России. А многие депутаты, по его мнению, вообще пляшут под дудку Кремля. К тому же их может стать еще больше после выборов в июне. Покажите мне, как депутаты пляшут под дудку. Беспокойный бубнеж Урмаса объясняется очень просто. Его партия, которую возглавляет премьер Эстонии Кая Калас, провально выступила на выборах в Европарламент и в скором времени лишится депутатских кресел в Брюсселе. Вот одна партийца Калас и пакуют чемоданы, а параллельно ищут виноватых. А рецепт тут простой. То против правящей партии, тот русский шпион. Все антирусское просто. Украинцы занялись изучением антарктических пингвинов. Будут учить их произносить поленирца? На украинском сайте госзакупок Прозоро появился тендер для антарктической экспедиции по изучению пингвинов аж на 11 миллионов долларов. Казалось бы, наука – дело благородное. Но как это у них заведено, все сделано через ***. Основные статьи расходов по госконтракту занимает, что бы вы думали, вино? Больше 300 бутылок, а еще 140 килограмм стейков лосося, фисташки, шоколад, девочки, шесты для стриптиза, какой-то белый порошок. Похоже, один известный пингвин в Киеве решил, наконец, сваливать. И лучше куда подальше, на другой конец планеты, к пингвинам в Антарктику, чтобы благодарные избиратели не нашли. Может сказать ему, что топлива на антарктическую экспедицию не осталось? А, нет. Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем. Польша и Литва блокируют итальянские товары, идущие в Россию. Теперь вы и итальянцев грабите. Таможенники Польши и Литвы все чаще не пропускают итальянские товары в Россию, даже если они не подпадают под санкции. Об этом рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Викторио Торембини. По его мнению, это откровенный произвол, ведь свои собственные товары поляки и литовцы спокойно вводят в Россию. Например, литовцы заводят вино из Франции и Италии под собственной маркировкой. Так что ничего личного, Сонни. Только бизнес. Ммм, знаменитая Бордо из Вильнюса. Итальянцы и французы от такой наглости явно в шоке. В Молдове стали искать предателей родины. Далеко ходить не надо. У вас в кресле президента румынка сидит. В Молдове парламент принял поправку к закону, которая расширит понятие «измена родине». По словам спикера Игоря Гроссу, под это понятие теперь попадает всякий, кто замышляет или же участвует в антигосударственных акциях. Иными словами, врагами являются все, кто не согласен с политикой Майи Санду. А как насчет самой Майи Санду? Сажают на ключевые должности румын? У самой «Румынский паспорт» молдавский язык и историю объявила румынскими. Все стратегические предприятия Молдовы сдают Румынии. Первое правило молдавского следствия – в ходе поиска госизмены не выйти на свою собственную начальницу. Вообще, хорошие люди давно уже приравняли себя к государству, а свою кривую идеологию возвели в ранг государственной. День без лифта в Латвии скоро станет месячником. Ежегодно весной в Латвии проходит День без лифта, но скоро он может стать месяцем без лифта. Больше половины лифтов в стране белорусского или даже еще советского производства. И запчасти к ним страна закупить не может из-за собственных санкций. Как там было, назло бабушке уши отморожу. Кстати, по местным законам, пользоваться лифтом, который в течение пяти лет не отдавался в ремонт, запрещено. А то ведь и застрять можно. До свидания. Какое-то до свидания. Ты домой будешь везти, нет? Здравствуйте. Даже санкции нормально везти не смогли. Сами себе выстрелили в ногу, получается. Буду теперь одной ногой пешком по лестницам до своего этажа прыгать. Эстония станет гарантом безопасности Украины. Кто чего? Глава МИД-Эстонии Маргус Сахна заявил, что страна вскоре подпишет двустороннее соглашение с Киевом, по которому она станет гарантом безопасности Украины. Более того, эстонцы даже собираются 0,25% своего бюджета выделять Украине для защиты. О, новая схемка? Интересно, что об этом думают сами эстонцы? Ну да, ну да. Пошел я нахер. Кстати, щедрость эстонских политиков этим не ограничилась. Они еще передали Украине не работающий уже 4 года энергоблок Ауверской электростанции. Как говорится, на тебе убоже, шо нам негоже. Во всех этих схематозах есть все, кроме заботы об эстонцах. Вкладывается ощущение, что правительство Каи Калас – это правительство Украины, потому что заботится оно только об украинцах. Национальный аэропорт Минск признан лучшим в странах СНГ. Ура, мои любимые белорусы, как всегда радует. Ежегодно среди стран СНГ проводится конкурс «Лучшие авиагавани содружества». Организатором является ассоциация «Аэропорт». По итогам 23-го года победителем стал аэропорт Минск. Кстати, уже не в первый раз. В прошлом он уже трижды получал эту премию. Особенно аэропорт Минска выделяли как самый перспективный и быстро развивающийся туристический хаб. И ведь это происходит не случайно. Ребята, спасибо вам! Минск и Беларусь вообще привлекают все больше и больше туристов со всего мира. Развитие туризма в Беларуси в последние годы достигло пика. И пока соседи занимаются охотой на ведьм и ищут шпионов, батька продолжает строить мирную страну и экономику для людей. Ну и молодец! На этом все, друзья. Спасибо, что вы были с нами. Будьте с нами еще дольше. А для этого подписывайтесь на нас в социальных сетях. Там я всегда на связи. Новые выпуски ждут вас. И я жду вас. До скорой встречи!